Здравствуйте! В эфире канала Россия, итоговая информационная программа События недели. 2 ноября, день депортации карачаевского народа. Глава Карачаева Черкесии в своем обращении отметил, что в самый разгар Великой Отечественной войны, когда тысячи сынов карачаевского народа воевали на фронте, был подписан преступный указ, лишивший людей Родины на долгие 14 лет. За этими годами лишения, голод, бесправное положение, страдания и потери. Наши предки, выстоявшие во времена лихолетия, завещали нам главное – быть едиными. Ведь именно единство во все времена позволяло противостоять невзгодам, добиваться великих ратных и трудовых побед, двигаться вперед. Это вековая мудрость, и ей мы будем следовать. Время неумолимо движется вперед, оставляя свидетельства тех страшных событий 2 ноября 1943 года на страницах изданий и интернет-ресурсах. Написаны сотни книг в самых разных жанрах, посвященных этой теме, в том числе научных. Все эти труды систематизируются и изучаются в средних и высших учебных заведениях республики. О причинах депортации целых народов, как выселяли и как выжил карачаевский народ, обреченный на исчезновение, рассказал гость нашей программы, преподаватель истории Карачаево-Черкесского госуниверситета Дахер Чучаев. Добрый день, Дахер Джансухович. Давайте еще раз вспомним и напомним о том, как это было, какова была общественно-политическая ситуация на момент депортации карачаевского народа. К моменту депортации карачаевцы проживали в Карачаевской автономной области, в составе Ставропольского края. Согласно всесоюзной переписи 1939 года на территории Карачаевской автономной области проживало 75 763 карачаевца. В первые месяцы войны 15 600 человек ушли на фронт, 9 тысяч погибли, 2 тысячи воевали в трудармиях. И в этот период карачаевцы проявили героизм на всех фронтах Великой Отечественной войны, во всех родах войск. Карачаевцы воевали в Ленинграде, в битве под Москвой, в битве за Кавказ, в Сталинградском сражении и других битвах. Также они участвовали в освобождении стран Восточной Европы, в битве в Берлине и других важнейших операциях. Многие наши славные сыны карачаевского народа по праву заслужили свои награды, свою славу. Нужно также отметить, что отдельной страницей, особой страницей боевой биографии карачаевского народа является участие партизанского движения на территории Белоруссии. Согласно архивным данным, всего представителей Северного Кавказа в партизанском движении Белоруссии было около 300 человек. Из них 48 человек были карачаевцы. Что касается трудовых дел карачаевцев, с первых дней войны те наши представители и представительницы, которые не могли держать оружие в руках, они работали на трудовом фронте, в колхозах, совхозах, машино-тракторных станциях. За это они заслуживали благодарности высшего руководства страны. В том числе известно, что имеется телеграмма от Сталина, где передается благодарность карачаевскому народу за сбор средств на танковую колонну. И вот все это говорит о том, что карачаевцы накануне переселения внесли весомый вклад в дело обороны страны. Скажите, пожалуйста, как проходил процесс выселения и с какими трудностями столкнулись спецпереселенцы? 2 ноября 1943 года рано утром в дома карачаевцев заходили по одному офицеру в сопровождении солдат. И объявляли, что на основании постановления руководства страны карачаевцы депортируются. Народу давало на сборы 2 часа и спрашиваются, что могли они собрать за эти 2 часа. И поэтому фактически они выходили из домов без вещей, без еды. Их грузили студебекеры. А студебекеры, мы знаем, что грузовые автомобили, которые были присланы союзниками в период открытия 2 фронта. И вот сажали их студебекеры и отвозили на железнодорожную станцию. Там их погружали в телячьи вагоны, без никаких условий, понимаете, конечно же, то, что в телячьих вагонах никаких условий не бывает. Битком набиты эти вагоны. И здесь хотелось бы, говоря о телячьих этих вагонах, привести докладную записку начальника 3-го управления НКГБ СССР Минштейна, где он писал, что на основе опыта перевозок карачаевцев и калмыков нами были проведены некоторые мероприятия, давшие возможность значительно сократить потребность в подвижном составе и уменьшить количество потребных поездов. Так, по расчету численности спецконтингента требовалось. Для их перевозки 272 состава, фактически их было отправлено 194 состава. Уплотнение погрузки спецконтингента при наличии 40-50% детей в составе спецконтингента вполне целесообразно. Ну вот мы видим, да, из этой записки какие могли быть условия. Конечно же, никакой речи не могло быть о том, что, извините за такое выражение, что люди не могли выйти по нужде. Не говоря уже о смертности. Мертвых, значит, на остановках выбрасывали с вагонов, многие остались лежать возле железных дорог, некоторых выкидывали прямо с моста вниз. И вот таким образом на представителей нашего народа, а позже и других северокавказских народов, которые были депортированы, они отправлялись в далекий Казахстан и Среднюю Азию. А в каких условиях жили депортированные долгих 14 лет? Говоря об условиях, конечно же, нужно сказать, что условия эти были нечеловеческие. Прежде всего, отметим, что когда корочаевцы приехали в Среднюю Азию, в период их, значит, до Средней Азии дошли слухи, что к вам везут головорезов, людоедов и так далее. Поэтому поначалу население Средней Азии встретило с опаской наш народ. И расселяли наших людей в бараках, в различных землянках, без никаких условий. Прибыв туда, наш народ оказался в нечеловеческих условиях. Были созданы комендатуры, которые не разрешали нашим людям переходить. Ну, скажем, речка, если с одной речки живет одна семья, а в другой родственники, то не имели права они переходить туда. Переход карался каторжными работами до 20 лет. Значит, можно здесь привести указ Президима Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 года, который как бы придавал так называемую законную силу этой депортации. Где говорилось, что в целях укрепления режима спецпоселений для высланных Верховным Советом СССР в период отечественной войны чеченцев, корочайцев, ингушей, балкарцев, калмыков, немцев, крымских татар и других, также в связи с тем, что во время их выселения не были определены сроки их высылки, установить, что переселение в отдельные районы Советского Союза, указанных выше лиц, проведено навечно без права возврата их прежним местам жительства. За самовольный выезд, побег из мест обязательного поселения этих выселенцев, виновные подлежат привлечению к уголовной ответственности, определить меру наказания за это преступление в 20 лет катажных работ. Вот видим, что высший законодательный орган власти страны определяет, как бы дает, ну, придает законную силу этому преступлению. Здесь хотелось бы привести примеры того, как жил наш народ в годы депортации. Так, одна депортированная гражданка от голода ушла в степь, набрела на Чабанскую юрту и хотела достать из кипящего котла кусочек мяса. Но она была засинта врасплох, свалена на землю, облита этим кипятком, отчего она там, конечно же, и, соответственно, отдала и жизнь. Значит, есть вот много таких вот примеров, которые говорят о том, как относились к коричайскому народу и к другим депортированным народам. И самое страшное, самое то, что мы можем отметить, то, что это факт того, что горянки, вынужденные хоть как-то прокормиться, вынуждены были выходить замуж за старых представителей местных народов. И хотелось бы сказать, что те коменданты, которые работали по делам репрессированных народов, по делам депортированных народов, отличались особой жестокостью. Они могли избить, а то убить за мельчайшую повинность. Дахир Джонсохович, как Вы считаете, каковы истинные причины депортации целых народов? Прежде всего, хотелось бы сказать, что всякая депортация – это уже насилие над народом. Когда депортируют целые народы, а мы знаем, что были депортированы не только коричаевцы, но были депортированы 11 народов, а коричаевцы были первым Северного Кавказа. И депортация эта проводилась с целью полного уничтожения народа, ассимиляции. И тут, конечно же, говоря о причинах депортации, следует выделить ряд причин, которых придерживаются наши ученые. Прежде всего, главная причина, которая сейчас имеет место быть, это желание Сталина и Суслова, мы знаем, что они были представителями Грузии, грузинской национальности, присоединить территории коричаев Грузии. Что доказывает данный факт? Прежде всего, то положение указа Президения Верховного Совета 12 октября 1943 года, где говорилось, что территорию Коричаевской автономной области передать Грузинской ССР. Город Микайан-Шахар, это был административный центр Коричаевской автономной области, был передан Грузинской ССР и переименован город Клухори. Немцы прорвались через перевалы и захватили территорию Коричаевской автономной области. Суслов, как руководитель партизанского движения, должен был нести ответственность за это, за провал партизанского движения. И в Карачай приехала комиссия КГБ, НКВД, которая рассматривала это дело. И Суслов угрозила смертная казнь в военное время, это было военное преступление, военное время. И он должен был как-то спасти себя. Соответственно, он сваливает всю вину на карачаевцев, говорит, что вот везде партизанское движение жило поддержкой, а вот у карачаевцев, наоборот, карачаевцы как бы спали и видели в том, чтобы предать советскую власть, развалить партизанское движение. Тем самым Суслов спасти, а в копилку НКВД, в копилку Берии, поступил еще дополнительный материал, компромат на карачаевский народ. Это была еще одна причина. Следующая причина, об этом тоже говорят некоторые ученые, то, что в период, в военный период, руководство страны, руководство страны, оно видело в тюркскоязычных народах, как бы неблагонадежных народов. И, соответственно, что? При любом случае, по мнению руководства страны, тюркскоязычные народы могли что? Перейти на сторону Турции. Конечно же, это был бред, но все же такая мысль витала в умах наших партийных деятелей. И поэтому это тоже могла быть причиной. Еще, какая причина еще выдвигается учеными? Значит, также говорилось о том, что это и в постановлениях ЦК партии было, то, что карачаевцы препятствовали, выражали недовольство мероприятиями советской власти. Да, может, были какие-то недовольства, но чем именно, давайте здесь посмотрим, чем именно были эти недовольства. Известно, что с приходом советской власти те, значит, идеи, те постановления, которые издавала советская власть, они расходились с тем, что на самом деле делалось. В частности, возьмем те же гонения на религию. Те же коллективизации, где, значит, многие хозяйства были уничтожены. Те же репрессии 30-40-х годов, когда с одной семьи уничтожали по несколько человек. И, соответственно, что будет делать человеку, семьи которого уничтожили по 4-5 человек? Конечно же, он пойдет, выйдет, как сказать, с недовольством своим. Вот об этом шла речь, недовольство. Но эта речь не может идти о всем народе, потому что большая часть народа проявляла, так сказать, чувство патриотизма, чувство любви к родине. И, соответственно, как мы вначале сказали, с оружием в руках сражались за советскую власть. То есть мы видим, что вот этот комплекс причин явились теми факторами, которые послужили депортацией. Также можно здесь и выделить то, что годы войны, когда большая часть мужского населения Средней Азии, так же, как и другие представители Советского Союза, находились на фронтах Великой Отечественной войны. Хоть немец и не дошел до Средней Азии, но все же патриотическо настроенное население так же воевали. А территории, а земли Средней Азии мы знаем, что они пустынные, необработанные. И вот когда зашла речь о выселении народов, руководство Казахстана, а это имеется в архивных данных, эти материалы, заявило, что не надо уничтожать целые народы, а планы были такие, что даже во время перевозки по мосту через реку уничтожить мост и составы, так сказать, с депортированными народами, чтобы, значит, пошли вниз. И тогда руководство Казахстана говорит, что не надо народы полностью уничтожать, а давайте их отправим в Среднюю Азию, там, где целина, они, говорит, будут и стране полезны, и, соответственно, будут работать. Вот таким вот образом вот этот вот комплекс проблем и был налицо в тот период. Скажите, вот с вашей точки зрения, почему молодежи особенно необходимы и важно знать вот то, о чем вы говорите? Так, хороший вопрос. К сожалению, значит, находятся сейчас такие люди, это не из молодежи, это со взрослого населения, которые говорят, зачем все время вспоминать эту трагедию, зачем, как сказать, переживать, нервничать, давайте забудем, не будем отмечать это там и так далее, и так далее. Я считаю, нет. То, что происходило в Советском Союзе, то, что происходило с нашими народами, с коричаевцами, с чеченцами, с балкарцами, с другими депортированными народами, это трагедия, это геноцид, а мы знаем, да, что такое геноцид, это полное уничтожение народа. Я бы сказал, даже это являлся актом террора государства по отношению к своему народу на правительственном уровне. И если народ, особенно молодежь, молодое поколение не будет знать то, что происходило с их народом, не будет знать историю, а мы, как историки, этому уделяем большое внимание, то, конечно же, как говорится, человек, не помнящий родства, он неполноценный человек, не помнящий своей истории. И поэтому молодое поколение должно знать то, что было с их народами. И еще что хотелось бы сказать. Вот после того, как карачаевцы возвратились в Средней Азии в 1957 году, там осталась часть карачаевцев, которые по сей день живут. Я считаю, что мы не должны их оставлять, что нужна связь на культурном уровне, на политическом уровне, на национальном уровне, чтобы они не чувствовали, что они там забыты своими соотечественниками. А молодежи что нужно сделать? Проводить больше мероприятий, которые касаются депортации, в телевидении, по телевидению, по радио, передавать передачи, касающиеся этой трагедии. В КТРК, ваша телекомпания, в этом плане, конечно же, вам спасибо, что вы уделяете внимание этим проблемам. Вот. И поэтому, конечно же, забывать нельзя эту трагедию. Да, Хирджан Сухович, спасибо за участие в нашей программе и до новых встреч. Спасибо. В Черкесске на базе Северокавказской государственной академии прошла научно-практическая конференция «Карачаево-Черкесия. Люди и судьбы», посвященная Дню памяти жертв политических репрессий. Данное мероприятие было организовано духовенством республики совместно с Региональной общественной палатой. Подробности расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Эта конференция посвящена одной из самых трагических страниц в истории нашей страны, когда тысячи людей были безосновательно обвинены в преступлениях и отправлены в ссылки, лагеря и лишены жизни, отмечают организаторы мероприятия. Жестокий каток репрессий прокатился по всей стране. Не обошел он и нашу республику. Мы должны помнить об этих событиях, чтобы не допустить повторения, подчеркнул священнослужитель Никольского собора Черкесска Александр Гурин. Мы являемся теми людьми, которые должны помнить эту дату, чтобы этого больше в стране не повторилось. И с другой стороны, если коснуться истории каждой семьи, то мы увидим, что, наверное, эта трагедия коснулась и отдельных семей, в которых были депортированы, либо расстреляны кто-то. То есть мы хотим помочь молодому поколению задуматься над этой темой, чтобы они тоже ее изучали, не забывали и этот промежуток. Ведь есть героические страницы в нашей стране, а есть трагические. Это все должно нас объединять. В свою очередь, председатель комитета общественной палаты Карачаева-Черкесии по межрелигиозным и межнациональным отношениям Игорь Деменко отметил, что в период гонений и репрессий есть множество примеров, как люди поддерживали друг друга, не делая различий ни в национальной и ни в религиозной принадлежности. Вот эта тема, она еще интересна тем, что она рассказывает о том, насколько были объединены и насколько вместе держались наши народы, проживающиеся здесь, как они помогали друг другу, как они ухаживали, как они прятали друг друга даже в период этих гонений и репрессий. И духовенство оно было, несмотря на то, что у нас две основные конфессии на территории республики, но они всегда были вместе, всегда были рядом, друг другу помогали, друг друга поддерживали. В этом уникальность нашей республики, которую нужно довести до нашей молодежи. Важность такого рода мероприятий для воспитания современной молодежи в своем докладе выразил и ректор Корячево-Черкесского исламского института имени имама Абу Ханифа Мухаммад Хаджибатчаев. Наши предки, старшие поколения, они в этих черных страницах своей истории особо не были многословными, потому что горько было это все передавать. И коротко говоря о всем происшествии, они выражали следующими словами «Аллах с изгей сенат масом бессинованно». «Не дай Аллах, чтобы вы испытали то, что мы не испытали». Вот эти несколько слов выражают глубину их страданий, которые они испытали. Также в рамках конференции была организована выставка, на которой были представлены книги, фотографии, исторические документы, рассказывающие о том, как работала репрессивная машина и о людях, ставшим ее жертвами. Али Халибшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас реклама, после продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Улица Кавказская, 42, город Черкесск. Уважаемые любители театра! 11 ноября Русский театр Карачаевой Черкесии приглашает вас на премьеру комедийного спектакля «Женитьба Бальзаминова» по пьесе Александра Островского. Спектакль создан к 100-летию образования Карачаевой Черкесской Республики и 95-летию театра. Режиссерская постановочная группа из Москвы. Спектакль состоится на сцене Государственной филармонии 18.30. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Войная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Армия – есть основа жизнедеятельности, школа мужества, как говорится, способствует самостоятельности человека. Контрактники – это профессионалы, мужественные и с честью, выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Телефон для справок. Оперативно-дежурный. 8-878-2-26-36-32. 4 ноября в России отметили День народного единства. С праздником жителей Карачаева-Черкесии поздравил глава республики Рашид Тимрезов. Пожелал мирного неба над головой, благополучия и процветания каждой семье. Ровно 410 лет назад, в далеком 1612 году, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, объединив тысячи людей, вне зависимости от сословной и этнической принадлежности, создали народное ополчение, которому удалось освободить Москву от польских интервентов. Это знаменательное событие положило конец смутному времени, которое угрожало самому существованию государства. И сегодня, спустя сотни лет, нам, жителям многонациональной России, многонациональной Карачаева-Черкесии, этот праздник остается близок и понятен. Сложные времена становятся проверкой народа на единство, выдержку, крепость веры, дружбы и патриотизма. В Карачаево-Черкесии, как и по всей стране, завершены мероприятия по призыву в рамках частичной мобилизации. Глава республики Рашид Тимрезов дал поручение военкому Карачаева-Черкесии, подготовить необходимую документацию и довести информацию до районных подразделений. При этом продолжается работа по приему добровольцев и кандидатов для прохождения контрактной службы. 1 ноября в России начался осенний призыв. По словам военного комиссара Карачаева-Черкесии Сергея Белобородова, перенос старта кампании с октября на ноябрь связан с мобилизационными мероприятиями. Нынешней осенью планируется призвать около 400 новобранцев, что меньше стандартного набора последних лет. Кроме того, из-за участия военнослужащих по контракту специальной военной операции в воинских частях будут созданы отдельные подразделения, и их служба пройдет исключительно на территории Российской Федерации. Завезено и находится уже в сборном пункте все необходимое имущество для обеспечения вещевым удовольствием, продовольствием. Большинство наших призывников, бывающих для проходения службы, будут проходить службу в вооруженных силах. Также будем направлять войска национальной гвардии и МЧС. Большинство призывников будет направлено в воинские части, которые занимаются учебные воинские части. И будет, соответственно, с ними проведена подготовка по военно-учетным специальностям. В дальнейшем они будут распределены по воинским частям и будут дальше продолжать боевую подготовку, осваивать свою воинскую специальность. 31 октября исполнилось бы 70 лет известному государственному и общественному деятелю России Назиру Хапсирокову. В жизни он проявил себя энергичным, инициативным руководителем и организатором. Назир Хизирович всегда оставался тем человеком, который объединял вокруг себя земляков, людей разных национальностей и профессий. На Аллее Славы Черкеска, где состоялся торжественный митинг, побывала Альбина Ламкова. 70-летний юбилей одного из достойнейших сынов Корчаева Черкесии собрал всех тех, кто знал и почитал Назира Хапсирокова. Представители власти и общественности, а также родственников и друзей. Служение родному отечеству было делом всей его жизни. Масштабное мышление, профессионализм, талант организатора и управленца позволяли ему решать самые сложные и поставленные задачи во всех направлениях его деятельности. Вместе с тем, Назир Хизирович никогда не забывал о своей малой родине. Был истинным патриотом Корчаева Черкесии. Всегда с уважением относился к землякам и оказывал им помощь и поддержку в нужную минуту. Говорили о нем, как и о чутком, отзывчивом человеке, интернационалисте. Он многое делал для укрепления мира и единства между представителями разных национальностей. Для народов Кавказа Назир Хапсироков был защитником национальных и государственных интересов, надежным и крепким плечом в решении важных и непростых вопросов и задач. Он человек, чья судьба была тесно связана с историей нашей малой родины, внесший весомый вклад в процветание не только Карачаева, Черкесии, но и всей России. Имея государственное мышление, он обладал отличным чувством юмора, умел позитивно и трезво оценивать социальные изменения в обществе. Назир Хапсироков делал все, чтобы поддерживать мир и стабильность нашей республики. Переехав в Москву из Карачаева, Черкесии, он своим трудом и упорством достиг высоких результатов и имел большой опыт работы в администрации президента в Генеральной прокуратуре России. Он в буквальном смысле этого слова жил жизнью и заботами людей. Говорили на митинге. Я его знаю 40 лет и знал. Только красивый, культурный, с длительной историей народ мог родить такого человека. Это черкесский народ. Хотя я считаю, что Назир принадлежит всем народам Карачаева, Черкесии. Он оставил добрый след на земле. И мы еще долго будем его вспоминать. И сегодня мы можем говорить о том, что на примере одной семьи Хазар Хаджабекирович, Назир Хизирович, Мурат Назирович, Зарема и дальше будущее поколение эта семья служит своей малой родине, служит своей стране и живет по принципам человечества. В этот день прозвучало немало добрых слов, посвященных Назиру Хизировичу, который скоропостижно ушел из жизни в 2011 году. Он стал наставником для директора аграрно-технологического колледжа Азамата Матакаева. Уникальный человек, обладавший фантастической дипломатией и гибкостью, политическим и экономическим чутьем. Умевшим дружить и дорожить дружбой, сказал он, вспоминая о достоинствах юбиляра. Затем Азамат Иберагимович процитировал слова общего знакомого с Назиром Хизировичем, певца и поэта Вилли Токарева. Особенно впечатляет заключительное высказывание. Так устроено в нашем сложном загадочном мире, не уходит из жизни, оставивший доблестный след. И не даром мы помним Гомера и любим Шекспира. Хоть прошло с той поры, бесконечное множество лет. Действительно, в жизни Назир Хизирович был Гомером. Его изречения, его цитаты, его видение ситуации, его сдержанность. А в работе был Шекспиром, потому что все, что он делал, он делал уникально, он делал шедевр. Действительно, биография Назира Хапсирокова – это яркий, чистый след для молодого поколения. А жизнь – вечный гимн порядочности, человеколюбие, ответственности и служение Родине, сказал в заключении своего обращения Азамат Матакаев. С благодарностью от имени всех родственников выступил депутат Народного собрания Али Хапсироков. Он был опорой для семьи. И я хотел бы выразить слова благодарности руководству республики, друзьям, коллегам, всем, кто сегодня присутствует на этом мероприятии за все эти теплые слова, за воспоминания, за ваше внимание, поддержку, которую мы всегда чувствуем и всегда ценим, высоко ценим. Затем состоялась церемония возложения цветов к памятнику видного государственного и политического деятеля Назиру Хапсирокову. В этот день его младший сын Умар Хапсироков, вспоминая отца, рассказал о его наставлениях, с гордостью выделяя доброту и благородство. Нужно быть честным, нужно быть порядочным, нужно всегда любить свой народ, ценить друзей, ценить дружбу. Альбина Ламкова, Лебастанов, Веси, Карачаево, Черкесия. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова